В России выросла заболеваемость с корью. Количество случаев заражения в 2018 году в три раза превысило статистику предыдущего периода. При этом большинство случаев заболевания связано с завозом инфекции из-за рубежа. Сложная ситуация сейчас в Свердловской области, Новосибирске и в Москве. В Смоленской области ситуация находится на контроле Роспотребнадзора. Тем не менее, позаботиться о своем здоровье стоит заранее. Рискуют заболеть этим заболеванием люди, которые не были привиты от кори никогда, не болевшие корью или даже те, кто привиты однократно от кори. Относиться легкомысленно к этой болезни крайне опасно. Вирус кори чрезвычайно летуч. Он может передаваться даже по вентиляции многоквартирного дома. Первые симптомы, как при обычной простуде, температура, слабость, головная боль и кашель. Характерная сыпь появляется на теле лишь на третий-четвертый день заболевания. При первых признаках недолго необходимо обратиться к врачу. Игнорирование симптомов может привести к таким заболеваниям, как пневмония, поражению центральной нервной системы, а в редких случаях и к летальному исходу. При этом единственной защитой от смертельного вируса является прививка. Основная профилактика, эффективная и безопасная, это вакцина-профилактика. По нацкалендарю профилактических прививок следует прививать людей, которые не болели корью, не были привиты никогда, привиты однократно. Или если мы увидим, что в медицинской документации вообще отсутствуют сведения от кори. Детям положено делать прививку два раза – в год и в шесть лет. Взрослым повторять процедуру рекомендовано каждые 15 лет. Врачи рекомендуют своевременно приходить на прививки, и тогда вероятность возникновения этого опасного заболевания сведется к минимуму. Олег Соловьев, Александр Ерофеев, Десна ТВ